Итак, добрый день, сегодня мы с вами будем учиться работать в SketchUp. Начнем с базовых уроков, с началом построения, активации всех необходимых окон, где они спрятаны, разница в различных шаблонах и так далее. Также потом пойдет усложнение, мы будем моделировать домик, аналогичный, что я делал по курсу уже полному в Автокаде, по курсу в Ревити. Об этом я еще буду отдельно говорить. И будем учиться импортировать модели из различных программ, в том числе Автокад, Ревит, будем вставлять графические изображения и по ним производить уже моделирование в самой программе. На самом деле SketchUp достаточно, так сказать, гибкая программа, с виду простая, во многих случаях недооцененная, очень удобная для быстрого трехмерного моделирования, чтобы можно было предоставить эскиз тот же самый проекта, который уже в дальнейшем можно импортировать, опять точно так же в Ревит, либо в Автокад. Также очень удобная для различных дизайн-проектов, как интерьера, так же как и экстерьера. К ней подходит много различных настроек, расширений, которые очень качественно выполняют те же самые визуализации. Сам я в нем работал, поэтому могу сказать о том, что программа достаточно полезная. Итак, давайте начнем. Первоначально, после установки программного комплекса, у вас появится иконка в зависимости от версии программного продукта, который вы используете на рабочем столе, если стоит расширение, устанавливаете его на рабочем столе. SketchUp. После запуска у вас есть возможность выбора шаблона, с которым вы работаете, либо открытия последних проектов, которые располагаются ниже, с которыми вы уже работали, если такие есть. То, что касается шаблонов. Изначально можно работать в простом шаблоне. Внутри самой программы есть возможность переключения между шаблонами, в зависимости от функционального назначения, которым вы будете заниматься. Самый обычный, простой у нас архитектурный шаблон. В нем достаточно компонентов, на самом деле, для всех необходимых параметров. Изначально, после запуска проекта, вы оказываетесь в рабочей среде, в которых есть шесть типов линий. На самом деле, три сплошные, три пунктирные. Все зависит от версии. Сверху основная панель команд. Мы сейчас будем еще и расширенную активировать, чтобы можно было быстро замоделировать поставленные задачи. У некоторых в основании наших трех линий пересечения будет располагаться человек, который показывает зону начала нашего моделирования. Мы от него будем избавляться, нам он пока не нужен. Итак, что же это за линии? На самом деле, линии, которые изображены у нас на рабочем пространстве модели, в которой достаточно бесконечный лист у нас располагается, это оси, благодаря которых мы с вами будем производить моделирование. Ось получается X, ось Y и ось Z. Все они отличаются по цветовому спектру, чтобы было удобнее моделировать. Мы с вами будем проектировать в основании нашего рабочего пространства. Итак, давайте сначала активируем все необходимые нам окна на данный момент. На данный момент нам нужна расширенная панель наших инструментов. Располагается она во вкладке «Вид», «Панель инструментов» и выбираем большой набор инструментов. Фон автоматически привязывается по левому краю. На самом деле, мы его можем с вами перенести, куда будет нам удобно. Единственное то, что двойным нажатием у нас произведется привязка по тому же самому левому краю. По сути дела, это расширенная панель инструментов. Она иногда дублируется те же самые команды, которые располагаются выше, если вы можете обратить внимание. Тот же самый круг есть здесь. Здесь измерения, выбор элемента. То же самое у нас с вами представлено. Также вы можете активировать необходимые расширения, которые у вас, возможно, установлены на программном компьютере. У меня на данный момент установлен только in Escape. Time Motion еще установлен, но он мне пока еще не нужен и не пригодится. Мы с вами начинаем только с самих азов моделирования в этом комплексе. Итак, на данный момент я окно с панелью инструментов закрою. Давайте разберемся еще. После того, как мы с вами замоделируем первые элементы, выдавим их, я буду называть своими именами, также дублируется самим обозначением команды. Само выдавливание, это у нас вдавить либо вытянуть называется. Я просто привык с Revit работать. В настройке быстрых команд и быстрых клавиш я лучше вынесу отдельным списком в описании той же самой команды. Первоначально лучше работать, совмещая саму команду, изучать той горячей клавиши, которой она привязана, чтобы в дальнейшем можно было оптимизировать то построение, с которым вы работаете. Что нам необходимо еще? Нам необходим лоток, который нам покажет стили наших объектов. Мы сможем задать там значение всяких параметров либо объемной фигуры, либо какой-либо линейной. Располагается она во вкладке «Окно», «Лоток по умолчанию», «Показать наш лоток». Он у нас появляется с правого стороны нашего экрана. Давайте попробуем замоделировать первоначально наши элементы, которые уже в дальнейшем будут усложняться. Итак, ну и пробежимся по основной панели наших команд. Сначала пойду по основной, потом пойду по дополнительной. Ластик у нас стирает ненужные элементы, незадействованные, либо то, что вы замоделировали неверно. Также можно удалить элемент подсветкой его и нажатием клавиши «Delete», как вам будет удобнее вы будете работать. То есть произведу, покажу на примере. Построю на данный момент линию, воспользуюсь функцией «Выбрать», подсвечу ее, нажму «Delete». Либо построю линию, подсвечу ластик, удалю при помощи ластика. Принцип действия понятен. Дальше что у нас с вами? Можно построить дугу. Дугу по двум точкам, по трем точкам, либо по какому-то сектору. Этапы построения, в принципе, понятные. Отмечаете две точки, строите дугу. Строите три точки, строите дугу. Либо в секторе отображаете. Сектор достаточно интересная проекционная линия, которую нам покажет сектор для моделирования. То есть, по факту, что я сделал, нажал на сектор, поставил, грубо говоря, транспортир, сориентировал его по пространству и отложил необходимый мне угол. Все углы и расстояния у нас в программе данные отображаются в правом нижнем углу. Я мог изначально нажать на функцию «Сектор», поставить первую линию, от которой будет откладываться сектор, и отложить необходимый мне угол в 15 градусов, предположим, вбил его просто на цифровой клавиатуре. У меня отложился сектор под углом. Это уже фигура, которую в дальнейшем я могу выдавить на необходимое мне расстояние. Но об этом чуть попозже. Итак, дальше. Смещение элементов мы еще с вами познакомимся. Переместить вращение, то есть повернуть наших элементов. Я думаю, тут понятно. Не будем просто время тратить на данное выполнение. Масштаб можно отмасштабировать, как сам элемент построенный, так же, как и добавленный в наш программный продукт. Инструмент рулетка. Мы можем измерить расстояние, если мало ли вы ошиблись. Дальше поставить текстовое обозначение, которое по умолчанию у нас задается шрифтом именно скетчаповским. Дальше. Заливка. Фигуры, которые мы с вами будем выдавливать. Вращение. Поле зрения. Она нужна, когда у вас достаточно большой объемный проект, вращение вокруг какой-то определенной области. Но так же вращение у нас с вами осуществляется зажатой левой клавишей мыши. Ой, не левой клавишей мыши, а колесиком мышки. Прошу прощения. Дальше. Панорама нам нужна для того, чтобы, грубо говоря, гулять по нашему проекту. Зажатой левой клавишей мыши мы с вами можем прогуливаться по нашему проекту, одновременно вращать. На самом деле то же самое. Перемещение работает зажатой клавишей shift и левой клавишей мыши, а вращение зажатым колесиком мышки. Итак, масштаб нашего приближения к какой-либо плоскости, то есть ближе-дальше, но проще всего крутить на наше колесико-мышки Удобная функция масштабирования, когда можно наш элемент сразу же приблизить, чтобы потом не крутить колесико-мышки далеко и надолго Дальше, с различными трехмерными фигурами мы еще с вами будем знакомиться Следующее, изометрические проекции Мы с вами находимся в стандартном трехмерном виде, можем переключаться на вид сверху В трехмерной плоскости можем переключаться на вид спереди, можем с вами переключаться на вид справа, вид слева и так далее Все, что необходимо нам для нашего моделирования Тот же самый вид наш сверху, я могу строить адекватно все линии, которые мне нужны Не смотрите то, что ось у нас пошла со смещением, поформально мы смотрим с вами сверху под прямым нашим углом Итак, дальше Снова у нас дубляж нашего ориентации в пространстве, плюс еще расположить нашу камеру И осмотреть область На самом деле, после того, как вы располагаете камеру, вы сразу же переключаете в рассмотрение области, пока с ней работать мы с вами не будем Следующие возможные элементы Это отображение наших всех фигур Пока затрагивать это не будем, мы с вами на живом примере будем все это рассматривать Итак, в дополнительной панели команд, по сути дела, панели инструментов расширены Располагаются те же самые команды, только уже те, которые были запрятаны в выпадающие менюшки Они уже сразу же у нас на виду Очень удобная функция, чтобы не искать, что где находится Итак, я буду выполнять моделирование с трехмерной плоскости Для этого сначала я функцию выбрать нажму, выделю человечка и клавишей Delete его удалю Мне он не нужен по факту Итак, первоначально, что мы с вами сделаем Сейчас я вернусь в область моделирования Итак, приближу, чтобы всем можно было увидеть Из-за того, что в Revit долго работал, не могу привыкнуть к расположению клавиш Итак, давайте построим несколько типов линий Построим несколько прямоугольников Разберемся, для чего они вообще нам нужны И как с ними можно работать И базово уже начнем их выдавливать Итак, функция нашего рисования Есть возможность построения линейной и от руки Давайте построим линейную функцию В данном случае это карандашик У нас с вами выглядит Изначально ставлю базовую точку Могу сначала наших координат Могу запроектировать его рядышком с нашим объектом Без разницы Причем, как производится моделирование? Обратите внимание, что если я произвожу построение линии параллельно какой-либо оси И она подсветчивается под цвет нашей оси, которой она будет, грубо говоря, параллельно ей располагаться То есть вот у меня получается красная линия, получается зеленая линия Если я вверх поведу, получится синяя линия, чтобы создать объемную фигуру Но для создания объемных фигур нам с вами не обязательно сразу же проектировать вверх получившиеся отрезки Мы их сможем с вами вытянуть Итак, пускай замоделирую я, грубо говоря, кубик квадрат 2 на 2 метра Изначально вы поставили первую базовую точку привязки, нажав левой клавишей мыши в необходимой области И теперь либо параллельной оси какой-либо Либо вы можете замоделировать в любом направлении плоскости линию Причем как? Если вы хотите отложить расстояние в метрах, вы просто вбиваете на цифровой клавиатуре численный показатель 2 Обратите внимание, в правом нижнем углу он у меня появился И нажимаю Enter У меня построилась линия 2 метра На данный момент Откладываю Сейчас я ее проверю 2 метра При помощи нашей линейки Дальше что? Воспользуюсь следующим линиям построения Параллельно красной оси Тоже 2 метра 2 И 2 Ну, замкну У меня изначально сразу же замкнулась наша плоскость Я вижу, я могу выделить либо отдельную грань элементов Либо могу выделить всю плоскость целиком У нас с вами получился квадратик 2 на 2 метра Чтобы его вытянуть вверх, образовать какую-либо фигуру Я воспользуюсь функцией выдавить-вытянуть И буду тянуть его на 2 метра вверх По сути дела, что я нажал Давайте откачусь Ctrl-Z Здесь также команды быстрые работают, что и в обычных текстовых документах Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Z, откат назад Ctrl-C скопировать, Ctrl-V вставить и так далее Нажму на функцию вытянуть Нажму на плоскость У меня сразу же будет за курсором двигаться моя плоскость Внизу в правом нижнем углу вы видите численный показатель Который у нас с вами тоже начинает бегать В этом значении в метрах Я нажму цифру 2, нажму Enter У нас с вами выдавился кубик В данном случае 2 на 2 метра Я могу вокруг него посмотреть Что я могу еще с ним сделать? Я могу покрасить какое-либо ребро моего кубика под соответствующий цвет Если мне это необходимо сделать Цветов здесь достаточно много Компонентов и стилей Мы с вами тоже будем работать с ними немного в дальнейшем Что я сделаю теперь? Давайте построю круг Изначально функция построения круга у нас с вами Поддается горячей клавишей нашей С Насколько я помню в нем 24 сегмента по умолчанию Давайте посмотрим что такое сегменты в нашем круге Поставлю значение нашего круга Отложу любой радиус Пускай это будет радиус 10 метров Тоже нажму 10 И нажму Enter Подсвечу ребро своего круга Изначально в нем 24 отдельных сегмента Если вы посмотрите Приглядитесь Это набор прямых линий Я могу их изменить Нажав правой кнопкой мыши Выбрать функцию разделить И я могу увидеть то что у меня появляются дополнительные сегменты Которые по умолчанию 24 Я могу их поставить больше Чтобы круг у меня получился достаточно гладкий Внизу в показателях сегменты вы можете увидеть Сейчас 18 Если я отодвигаю курсор Их становится больше Но как их зафиксировать на определенное количество Для построения сегментов по нашему кругу В 10 метровом чаще всего подходит где-то 60 50-60 различных сегментов Я поставлю максимальное количество 100 сегментов Нажму Enter Вы можете увидеть то что у меня круг получился достаточно ровненький И каждый сегмент я могу выделить И в отдельности при помощи каждого сегмента При помощи данного сегмента могу вытянуть свою фигуру Вот они сегменты все И вытягивать каждый сегмент в отдельности Если мне необходимо получить какую-то форму Вот так Работаем дальше Ctrl Z пока нажму У нас получился с вами круг Получился квадрат Давайте разберемся дальше Прямоугольник Прямоугольник Функция построения прямоугольника Можно начинать его сначала наших координат Можно проектировать их с подступом Как вам будет удобно Как правильно расставлять значения наших координат По нашему прямоугольнику Я чтобы вы не думали что это лайфхак какой-то Рядышком с нашим проектом Поставлю первую базовую точку привязки Нажму один раз левой клавиши мыши И вбью численный показатель Пускай он у меня хоть и называется прямоугольник Я его замоделирую как квадрат Чтобы нормально он получился по длине Предположим мне нужно 20 на 20 метров прямоугольник 20 Точка с запятой 20 Нажму Enter Вот он мой квадрат 20 на 20 То есть 20 точка с запятой 20 И Enter Просто на цифровой клавиатуре И измерю Зацеплю за точку 1 Зацеплю за точку 2 20 метров 20 метров Я его точно так же могу вытянуть Вот он у меня получится мой прямоугольник Изначально базовые элементы все строятся набором линий Когда вы линии замыкаете в какой-либо контур Покажу У него сразу же образуется плоскость От которой да, я могу избавиться Могу ее перечертить Могу пользоваться другой какой угодно плоскостью Выдавливать только ту, что мне необходимо И так далее То есть вот у меня набором линий Я их замоделировал какие-то вниз Случайно, даже не обратив внимания Пока вам рассказывал Построю параллельные привязки к нашим линиям Выдавлю необходимые плоскости и так далее Получается какая-то странная фигура Как привязаться нам для построения Ну, во-первых, я нажму на вид сверху Чтобы построить нормально Могу из трехмерного вида это все выполнить Линии Строю, предположим, изначально Прямую какую-либо фигуру Обратите внимание Чтобы у меня линии привязались И получилась пунктирная точка сопряжения По сути дела С той линией Конечной точкой другой линии Мне нужно навести на нее курсор Я ничего не нажимаю дополнительно Просто навожу курсор И откладываю необходимое расстояние У вас появляется пунктирная линия связи Очень напоминает наш Revit Для тех, кто работал с ним Вот такой у нас получается контур Двухмерной плоскости Если я посмотрю сверху на свой объект Вот он у меня Мой прямоугольничек Изначально все базовые элементы Строятся набором линий Потом выдавливаются необходимые плоскости фигуры Можно произвести визуализацию Построить наш объект Отмасштабировать все, что необходимо Да, функция масштаба У нас с вами также Выделение всех элементов Сейчас я выделю их Нажму на функцию выбрать Выделю элемент, который мне необходимо Отмасштабировать И выберу соответствующий масштаб Пускай он в два раза увеличится у меня Просто вбиваю все на цифровой клавиатуре Нажимаю Enter У меня автоматически фигура отмасштабируется Снова выбрать элемент Выделю необходимый элемент Масштабировать Пускай он у меня 0.5 уменьшится 0.5 Через запятую 0.5 Он у меня на половинку уменьшился От базового моего значения Как сохраняется наш проект Файл Сохранить как Либо файл сохранить Выбираете путь и сохраняете Модель нашего скетчапа Можно выбрать любую версию С которой вы будете работать Чтобы можно было ее открыть Без каких-либо последствий В ранних версиях Либо сохранить общую модельку скетчапа Никаких сложностей вроде бы как нет Следующий у нас урок с вами будет Импорт элементов В скетчап Чертежи автокад Рэвид Картинки И уже по картинке Либо по чертежу Будем с вами моделировать Но также покажу базово Без каких-либо шаблонов Как моделируется Если вам понравилось это видео Вы знаете, что нужно делать Не забывайте подписываться на канал Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok